В преддверии Дня народного единства презентуют учебник истории белорусской государственности для вузов. Тираж – пять с половиной тысяч экземпляров. Книга создана при участии Игоря Морзалюка. Уже 17 сентября республику ждут авто и велопробеги, диалоговые площадки, челленджи, скоростная сборка карт пазлов и субботник в Хатыни. В республике установили новые минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию. Суммы зависят от региона. Говядину, а также молодняк крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4 долларов 2 центов за килограмм, а взрослых животных – от 4 долларов. В списке также сливки, масло и сыры. Белорусские ученые представят первый спортивный электромобиль. Разработкой занималась Национальная академия наук. Презентация запланирована на 10 сентября в день города Минска. До празднования информацию о новинке держат в секрете. Сегодня в Беларуси ожидаются сильные дожди. Осадки стоит ждать и в выходные. Грозы прогнозируются на воскресенье. Температура не поднимется выше плюс 19. При такой погоде может снижаться видимость, увеличивается вероятность ДТП, возможны перебои электроснабжения и подтопления. В Могилевской области увеличат закладку в стоп-фонды. Начнут со столовой свеклы и лука, следом морковь и в конце октября капуста. Завершить должны до 15 ноября. Организация ПК только приступили к уборке плода овощной продукции. Планируют, что картофеля будет почти 200 тысяч тонн. Это на порядок больше прошлогоднего результата.